Девушки отдыхают Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Иван Продолжаем проходить компьютерную игру Гарри Поттер и Узника Скабана Ну что же, предыдущий эпизод был не столь богат на какие-то сюжетные яркие события Надеюсь, что в этом эпизоде ситуация поправится в лучшую сторону Сейчас по сюжету нам нужно попасть на урок трансфигурации Но опять, опять Полтергейст Пивз вставляет нам палки в колеса Нам нужно сейчас с ним расправиться На сей раз Пивз облачился вот в такой вот металлический доспех Вооружился палицей и щитом Для того, чтобы расправиться с ним сейчас Нам нужно всеми троими персонажами воздействовать на него заклинанием Рикту Сэмпра После чего при помощи заклинания Карп и Ретрактум Стащить с него ту или иную деталь доспеха Как только он потеряет все свои доспехи Он улетит и мы сможем отправиться дальше на урок по трансфигурации Я думаю, что в этом эпизоде мы пройдем исключительно этот практикум Практикум по заклинаниям, которые мы изучим Поскольку практикум достаточно продолжительный И думаю займет время всего эпизода Но тем не менее, практикум это достаточно интересный И там мы сможем найти наибольшее количество потайных По сравнению с любыми другими уровнями и локациями И вскоре мы сможем в этом убедиться Отправляемся на урок Добро пожаловать на урок трансфигурации Одно из самых сложных заклинаний трансфигурации Позволяет волшебнику сделаться анимагом Анимаг может превратиться в животное А потом обратно в человека Например У кого-нибудь есть вопросы? Профессор МакГонагал, а оборотни можно считать анимагами? Нет, они не оборотни Анимаги превращаются в животных по собственному желанию А оборотень не способен контролировать трансформацию Теперь переходим к теме сегодняшнего урока Заклинаниям Драконифорс и Лэпифорс Мисс Грэнджер, будьте любезны Помогите мне и классу Продемонстрируйте нам высокое мастерство Я? Конечно Пожалуйста, войдите в эту дверь Ну что ж Начнем с заклинания Лэпифорс Правильно Заклинанием Лэпифорс можно превратить в кролика Какой-нибудь небольшой предмет Хорошо, мисс Грэнджер Пять баллов Гриффиндору Заколдуйте эту статуэтку Заклинание Лэпифорс оживит кролика И вы сможете им управлять Итак, вот он, собственно, практикум По заклинаниям Лэпифорс и Драконифорс Из-за того, что здесь мы будем изучать Целых два заклинания Практикум, как я уже сказал ранее Будет достаточно продолжительным Но не менее интересным, как по мне Первое заклинание Заклинание Лэпифорс Которое позволяет Оживлять статуэтку кролика Превращая эту статуэтку в живого кроля Которым мы впоследствии можем управлять При помощи вот этого кролика Трансфигурированного Мы можем попадать в какие-то места Куда Гермиона сама попасть не сможет Ввиду того, что проход в какую-то определенную локацию Слишком мал И Гермиона туда, соответственно, не пролезет А вот кролик Помещается в эту вот маленькую нору Он может через нее пролезть И активировать какие-то механизмы Которые позволят нам продвигаться дальше По локациям Здесь, насколько я помню Всего 8 потайных будет На этом практикуме Я постараюсь их сразу же все обнаружить Чтобы потом уже сюда не возвращаться По мере прохождения практикума И в частности, когда мы будем управлять Таким кролем Мы будем обнаруживать вот такие вот земляные холмы При помощи кролика мы можем раскапывать землю И под землей мы сможем обнаруживать Вот такие вот квадратные платформы Которые, как правило, активируют какой-то механизм Либо открывают очередную дверь Также мы в таких вот земляных холмиках маленьких Можем найти несколько бобов Бертибот Как в случае и с предыдущим практикумом Нам нужно найти здесь 10 щитов Как только мы найдем последний, самый большой щит Практикум будет завершен И если мы по окончанию практикума Соберем все щиты То сможем в итоге попасть в призовую комнату Призовая комната будет точно такая же Как была и урона Практически ничем не отличается Только там мы сможем Помимо простых бобов Пособирать еще тыквенные пирожки И котелковые кексы Но опять же время нам будет даваться Немного на сбор всех этих вкусностей Поэтому там нужно будет Немного поторопиться Чтобы собрать как можно больше всего Но до этого мы еще Разумеется доберемся Активируем очередной механизм Открывается решетка Продвигаемся далее Так, что у нас здесь Здесь у нас очередная статуэтка Оживляем ее Вот кстати Вспоминая Гарри Поттер и Философский камень На PlayStation 1 Там ведь тоже мы изучали Одно заклинание Трансфигурации Ави Форс Кажется оно называлось И принцип его действия Был схож С заклинанием Лав Пеп Форс Там мы могли Оживлять Статуэтку Птицы В некоторых местах Мы могли находить Огромные статуэтки птиц При помощи заклинания Ави Форс Мы могли эту статуэтку Уменьшить И превратить ее В живую птицу Но там Этой птицей Мы управлять не могли И заклинание Ави Форс Использовалось В основном Для того Чтобы мы могли Попасть В какие-то Труднодоступные места При помощи него Но здесь же Принцип Использования Заклинания Похожий И цель Которую мы Преследуем Используя Это заклинание Та же самая Попасть в какие-то Места Куда изначально Мы попасть Не можем Вот так Вот отлично Двигаем дальше Пока мы еще Не нашли Ни одной Потайной Но они будут Дальше Теперь перейдем К заклинанию Дракони Форс С помощью этого Заклинания Можно оживить Статуэтку Дракона Теперь мы Переходим Ко второму Заклинанию Заклинанию Дракони Форс Аналогично Предыдущему Заклинанию Только теперь Мы можем оживлять Статуэтки Драконов А точнее А точнее Маленьких Дракончиков И так же Можем Ими Впоследствии Управлять Но для начала Здесь мы Сейчас немного Побегаем И Обнаружим Первую Потайную Только сначала Нужно разобраться С этими Бесами Их здесь Трое Не так много Поэтому Особых проблем Я надеюсь Они мне Сейчас Не доставят Немного Неудобно То что Пространство Свободное Не сильно Много Здесь И вот Из-за этих Цветов Порой Я ничего Не вижу Ах ты Черт Все-таки Попал Но Ничего Я думаю Где-нибудь Мы сможем Раздобыть Шоколадных Лягушек И восстановить Здоровье Благо Тихо Лапушки Отнимают Не так-то Много Нашей Жизненной Энергии Отлично С бесами Разобрались И здесь У нас Вот в такой Небольшой Нише Находится Сундучок И это У нас Первый Секрет На этом Практикуме Теперь Можем Подняться Наверх И воспользоваться Заклинанием Драконифорс Для того Чтобы оживить Статуэтку Дракона О, великолепно Теперь слушайте Внимательно В процессе Выполнения Задания Вам потребуется Чтобы дракон Взял огненный шар После этого Дракон должен Взлететь И приземлиться На платформу И наконец Нужно зажечь Факел Вот так Мисс Грэнджер Нажмите Пробел Ваш дракончик Поднимется В воздух Чтобы заставить Его повернуть Используйте Клавиши Со стрелками После того Как дракон Схватит Огненный шар Он сможет Дышать Огнем Для этого Следует Щелкнуть Левой кнопкой Мыши Запомните Один Огненный шар Дает возможность Один раз Вдохнуть Плаве Нас тут Хорошенько Проинструктировали По поводу Заклинания Драконифорс Вот таким Вот маленьким Забавным Дракончиком Мы можем Управлять И Так же Как и Кролик Он Позволяет Открывать Некоторые двери Но для этого Нам нужно Зажигать Вот такие Вот специальные Факелы В данном случае Мы активируем Механизм Который Позволяет Нам Переправиться На Противоположную Сторону Здесь Находится Еще одна Потайная Ну Я бы не сказал Что это Потайная Но Здесь Это Именно Идет Как секрет Во-первых Можем Пособирать Еще Несколько Тыквенных Пирожков Повыбивать Из этих Тыков А вот В самой Большой Тыкве У нас Находится Очередная Коллекционная Карточка И у нас Их уже 30 штук Почти Половину Карточек Мы собрали Неплохо В принципе Для третьего Эпизода Я считаю Я думаю Где-то Эпизодов Через 3-4 Мы точно Соберем Весь Набор И Сможем Полюбоваться На все Карточки Которые Мы Заработаем В процессе Прохождения Конечно Некоторые Карточки Мы просто Будем Покупать В магазине Фредди Джорджа У студентов Но для этого Разумеется Нам нужно Собирать Как можно Больше Вкусностей Поэтому Вот сейчас Я и Трачу Некоторое Количество Времени Для того Чтобы Пособирать Все эти Плюшки Их Конечно Здесь Дают В избытке Но Чисто Для себя Чтобы Не оставлять Все Вот это На месте Да Здесь И я Собираю Стараюсь По крайней мере Собирать Абсолютно Все Здесь Очередная Пара Доспехов В них Обычные Бобы Ничего Особенного Активируем Вот эту Панельку Открывается Платформа Спонжифай Которая Которая Позволяет Нам Попасть Наверх И здесь У нас Очередная Статуэтка С кроликом Но сначала Мы Повыбиваем Пирожки Тыквенные Здесь Попустить Далеко не все Потайные Здесь Являются Обязательными Как таковыми Для полного Прохождения Я имею ввиду Потому что В некоторых Таких Секретках Мы можем Разве Что Пособирать Опять же Всякие Вкусности Вот в этой Локации Например Это кстати Третий Секрет Из Восьми В этой Локации Мы можем Погрызть Вот эти Кусты Плоские И Из них Потом Выпадают Всякие Вкусности И Конечно Вот эта Секретка Потайная Она Не Обязательна И если бы Я ее пропустил И потом бы Даже не возвращался Сюда Я смог бы Также Закончить Игру В принципе Но Я буду Стараться Показывать Все Потайные Которые Я помню Которые Смогу Обнаружить Для того Чтобы сделать Прохождение Ну Более-менее Полным А те Потайные В которых Находятся Карточки Коллекционные Разумеется Также Нужно Посещать Обязательно К сожалению Я не помню Точно В какой Потайной Мы можем Собрать Просто Какие-то Вкусности А в какой Мы можем Получить Коллекционную Карточку Поэтому Я и стараюсь Вот В частности По этой Причине Исследовать По возможности Все потайные Которые Смогу Вспомнить И Обнаружить Так Кролик Активировал Механизм Который Позволил Нам Теперь Оживить Статуэтку Дракона И вот Теперь Вот Этим Маленьким Дракончиком Нам Нужно Зажечь Три Факела Вот В этой Комнате Только Сначала Я Выберусь Из Стены Да У этого Дракона Есть Один Минус Он Почему Застревает В текстурах В этих Стенах Это Не очень Удобно А В будущем Там Будет Один Момент Когда Нужно Будет Управлять Вот Этим Дракончиком Действовать На Время И Вот Это Вот Застревание Очень Сильно Раздражает Если Честно Но Дракончик Очень Забавный Особенно Как Он Ходит Мне Нравится Опять Сначала Пособираю Всякие Плюшки Нам Нужно Вот Эти Вот Три Факела Сейчас Зажечь Каждый Из Этих Факелов Активирует Один Из Вот Этих Деревянных Молотов А Те В свою Очередь Воздействуют На Особые Блоки Вот Таким Вот Образом И Активировав Все Вот Эти Три Молота Мы Сможем Выстроить Своеобразную Лестницу По Которой Гермиона Уже Сможет Попасть На Верхнюю Платформу И Оттуда Двигаться Далее Процесс Этот Несложный Но В какой-то Степени Может Показаться Немного Утомительным Потому Что Управлять Драконом Не Так То Просто И Даже Сейчас Приходится Поворачивать Его Не При Помощи Мышки А При Помощи Стрелок Потому Что Так Ну Не Зна Лично Мне Удобнее Мышка По-моему Не Так Чувствительно Во Время Управления Драконом Я имею Ввиду Поэтому Я Перехожу На Стрелочки Отлично Все Вот Такая Вот Своеобразная Лестница Выстрелилась Из Деревянных Блоков Теперь У нас Тут Появился Доспех Рыцарский Бьем По нему Заклинанием Депульса Выбиваем Несколько Бобов И у нас Открывается Проход Вниз Это Очередная Потайная Четвертая Кажется Да Здесь Сейчас Несколько Бесов Появилось Расправимся С ними И Пособираем Вот Несколько Котелковых Кексов И Вот Еще Откроем Сундук Посмотрим Что Находится В нем Может Как раз Таки Там Будет Очередная Коллекционная Карточка Вот Так Отлично Но Я Опять Же Зацепил Немного Себя Может Быть Шоколадная Лягушка Это Было Очень Кстати Нет Шоколадной Лягушки Здесь К сожалению Не было Только Несколько Бобов Ну Ладно В любом Случай Где-то Дальше Должно Быть Подкрепление Для нашего Здоровья На всех Практикумах Можно Найти Этих Лягушек Шоколадных Так У нас Идет Подгрузка Новых Локаций Ага И вот Здесь У нас Сейчас Будет Серия Из таких Вот Нескольких Не особо Сложных Загадок Головоломок Первая Такая Головоломка Заключается В том Что нам Нужно Вращать Вот эти Вот Каменные Блоки Для того Чтобы на Вот Той стороне Которую мы Можем Сейчас Наблюдать На всех Трех блоках Был Одинаковый Рисунок После этого Открывается Одна из Трех Решеток За каждой Решеткой Как вы можете Заметить Находится Какой-то Бонус Это Либо Сундуки С Бобами И Карточками Либо Щит Испытание Которое Я уже Подобрал Что у нас Здесь Мисс Грэнджер Это Бандимун За ним Тянется След Из Зловонной Слизи В Нее Не Следует Наступать Фу Ну и Гадость Бандимуна Можно Оглушить Заклинанием Риктус Эмпра На Неподвижного Бандимуна Можно Запрыгнуть Иногда Таким Образом Можно Получить Хорошую Награду Учтите Действовать Нужно Быстро Вот такое Вот странное Многоглазое Существо Нам сейчас Встречается Как нам сказали Это Бандимун Он Плюется Да Вот такой Вот Противной Слизью Зловонной Как нам сказали Но убедиться В этом Мы не можем Ибо Игра Не передает Запахи Но Расправиться С ним Тоже Очень Просто Используя Заклинание Риктус Эмпра Самое Главное Вот Когда После Этого Самого Бандимуна Остаются Всякие Бонусы Не хватать Их Сразу Потому Что От него Еще Какое То Время Остается Вот Эта Вот Слизь Зловонная И Попадать На нее Соответственно Тоже Не Рекомендуется Чтобы не потерять Здоровье Нужно Вот так Постоять Немножко Подождать Пока Эта Гадость Исчезнет И после Этого Можно Подбирать Выпавшую Плюшку Здесь же У нас Находится Кролик Точнее Статуитка Кролика Он Впоследствии Пригодится Для того Чтобы Забрать Один Из Щитов Вот Над Фонтаном Там Находится Дополнительный Щит Ну как Дополнительный Очередной Щит Испытания Но для того Чтобы его Взять Нам нужно Попасть В другую Локацию Попасть Туда Можно Только При помощи Трансфигурирован Трансфигурированного Кролика Только Сначала Дособираем Тут То Что Осталось Немного Резкое Управление У этого Кролика Я должен Признаться Не сразу Мне удалось Приноровиться К нему Так Где-то здесь Должна быть Нора Да Вот она Кроличья Нора Проходим сюда Это во-первых У нас Очередная Потайная И здесь У нас Находится Земляной Холм Под которым Мы обнаруживаем Очередную Платформу Активируем Ее И вот Нам Выпадает Тот Самый Щит А также Несколько Бобов Отлично Здесь Здесь Мы сделали Все Что Нам Нужно И Можем Двигаться Далее А далее Нас ожидает Группа Из нескольких Бесов В очередной Раз Так О Вот сейчас Неплохо Выстали Ребята Давайте Покучнее Вот Отлично Очень Здорово Когда они Так В толпу Смешиваются Все эти Бесы И сразу За один Удар Грубо говоря Мы можем Избавиться Сразу От нескольких Бесов И в качестве Награды Нам вот Дают Еще Несколько Бобов Так Все Больше Здесь Ничего Нету Двигаемся Дальше Там Я вот Вижу Впереди Еще Одну Потайную С Очередной Головоломкой Открываем Платформу Спонжи Фай И попадаем Вот сюда В эту Комнату Шестая Секретка Во-первых Отсюда Мы можем Выбить Пару Котелковых Кексов Теперь Вот Такая Головоломка Собственно У нас Тут есть Три Вот Такие Вот Головы Воздействуя На каждую Голову Заглинанием Депульса Мы можем Вращать Кольцо Как вы Можете Заметить У нас Тут Три Таких Кольца Разного Цвета И Вот Каждая Из этих Трех Голов Прикреплена К Платформе Соответствующего Цвета И вот Воздействуя На Вот эти Вот головы Мы можем Вращать Вот эти Вот кольца Ну Соответственно Воздействуя На голову Синей платформы Мы вращаем Синее кольцо На голову С красной Платформы Красное Кольцо И так далее И вот Нам нужно Вращайте Кольца Выстроить Ряд Из Нужных Изображений И вот Здесь Нам дают Подсказки Да Что Слева У нас Там Должны Быть Тыквы Справа Карточки А сверху Щиты Как только Мы выстраиваем Нужный ряд В нужном Направлении Нам выпадает Очередной Бонус Всего Таких Бонуса Три Это Карточка Щит И Те же Самые Бобы Ну и вот Это уже Наверное Концовка Практикума Можно сказать Окончание Последний Рубеж Такой вот Лабиринт Не особо Сложный Здесь Мы сейчас Натолкнемся Еще на Нескольких Бандимунов Также Здесь У нас Будет Еще Пара Потайных Последних И Последний Щит Я Кажется Ничего Здесь Не Упустил Пособирал Все Так Ага Здесь Парочка Этих Бандимунов Надо бы Поосторожней Быть Здесь Уже Почти Сотня Тыквенных Пирожков Это Неплохо На самом Деле Потому Что Этих Самых Пирожков Нам Придется Очень Много Потратить На Покупку Карточек Особенно У студентов Которые По всему Хогвартсу Расставлены Большинство Карточек У них Можно купить Именно За Тыквенные Пирожки И вот Кстати Я помню Что В ПК Версии Тайной Комнаты Там тоже Были Студенты Которые Продавали Там Всякие Карточки Ингредиенты Для Зелья Вигенвельда И Там Еще Какие-то Дополнительные Предметы Полезные Но Там Насколько Я помню С этими Студентами Можно Было Торговаться То есть Если Несколько Раз Подходить К одному Студенту Можно Было Добиться Того Что Он Снизит Цену На Какой-то Предмет И Купить Какую-нибудь Плюшку Подешевле Здесь Такого Уже Нету То есть За Каждую Карточку Нужно Заплатить Строго Определенное Количество Там Бобов Пирожков Или Кексов И Самое Главное Что Эти Цены Не Меняются Но Накопить Нужную Сумму На самом Деле Не Сложно Опять За счет Того Что В магазине Фрэля Джорджа Мы Можем Обменивать Бобы Которых Нам Дают Просто Тут В Огромных Количествах На самом Деле Мы На них Можем Обменять Пирожки Кексы Там Конечно Соотношение Идет Не Один К Одному Там По-моему За 20 Бобов Мы Можем Купить Один Котелковый Кекс Кажется Но я Уже Точно Не Помню Этих Коэффициентов Так Сказать Конвертации Одной Валюты В другую Но В любом Случае С этим Проблем У нас Никаких Не Будет Плюс Те же Призовые Комнаты Которые Я Буду Посещать Тоже Положительно Сказываться Будут На нашем Бюджете Так Сказать Так Здесь Все Да Кажется Ничего Я не Упустил А Нет 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 Я же Сюда Еще Не Зашел Да Вот Восьмая Потайная Последняя Да Все потайные И остался Последний Щит Который Как раз Таки Будет В этом Лабиринте Но Для того Чтобы До этого Самого Последнего Щита Добраться И Тем Самым Завершить Практику Нам Нужно Найти Статуэтку Дракона Вот Здесь Она Находится Оживляем Дракончика И Теперь Нужно Взлететь Повыше Во первых Мы тут Можем Пособирать Еще Всяких Вкусностей И Вот Вверху Там У нас Находится Огонь При Помощи Которого Мы Сможем Зажечь Факел А Этот Факел Насколько Я Помню Откроет Дополнительную Платформу Спонжи Фай Запрыгнув На нее Мы Попадем К Последнему Щиту Да Вот он Я его Уже Вижу На вот Этой Небольшой Башне Он Располагается Уже Более Семиста Бобов Я Насобирал Тут Уже И до Тысячи Недалеко Ну Что ж Это Хорошо Довольно Быстрыми Темпами Мы Продвигаемся Несмотря На то Что Прошлый Эпизод Мы Практически Никак Не Сдвинулись По Сюжету В основном Собирали Всякие Точнее Не Собирали А находили Всякие Потайны И выполняли Задания Дополнительные Но в любом Случа Это положительно Сказывается На прогрессе Игры В общем Практикум Успешно Завершен Мы Собрали Все Щиты И Можем Теперь Посетить Очередную Призовую Комнату Вот Как вы Можете Заметь Здесь У нас Уже Есть Котелковые Кексы Помимо Обычных Бобов И Здесь Кажется Вот С каждым Разом Время Которое Нам Отводится На Вот Сбор Всех Эти Вкусностей Оно Немножко Увеличивается То есть Вот Сейчас Время Которое Нам Отвели На Посещение Этой Комнаты Оно Немного Больше Того Времени Которое Нам Уделялось При Первом Посещении Этой Комнаты Когда Мы Играли Зарона Это С одной Стороны Очень Хорошо Да и С другой Стороны В принципе Тоже Неплохо Просто Опять Таки Глаза Сейчас Разбегаются И Не знаю Даже Куда Тут Бежать Чтобы Пособирать Прям Все 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 Но Опять же Это Очень Сложно Даже Близко К Невозможному Я бы Сказал Хотя Может Если Какой То Маршрут Грамотный Выстроить Здесь Возможно Получится Собрать За отведенное Время Все Плюшки Ну Или По крайней Мере Почти Все Но Я С этим Заморачиваться Не буду Ибо Знаю Что Вот Собранных Всеми Нами Вкусностей Нам С головой Просто Хватит Для Покупки Всех Необходимых Дополнительных Предметов Более Того Даже Когда Уже Все Вот Эти Вот Бобы Кексы Пирожки Нам Фактически Будут Не нужны Нам Будут Их Давать Давать И давать В огромных Количествах И Там Конечно Уже Собирать Все это Не имеет Смысла Особого Там Просто Для себя Как бы Для удовлетворения Собственной Жадности Какой-то Можно Вот Все Вот Это Собирать Ну Что Шри Тамер Потихоньку Подходит К своему Концу А вместе С ним И Этот Эпизод На этом Я с вами Прощаюсь Всем пока И до новых встреч Продолжение следует